Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией Карл Фридрих Лессинг, немецкий живописец-романтик, представитель Дюссельдорфской школы, данной по переводной Википедии. Лессинг приходился внучатым племянникам, знаменитому поэту и драматургу Котхольду Эфраиму Лессингу. Родился 15 февраля 1808 года в семье судейского чиновника. Детство будущего художника прошло в идеических районах Селези с ее старинными городками, замками и густыми лесами. Еще в юные годы у Лессинга пробудилась любовь к природе и истории родной страны. В возрасте 14 лет Лессинг уехал в Берлин, где учился у Карла Фридриха Шинкеля в Академии Зодчества. В 1823 году, не получив согласия родителей, он решает стать художником и в 1823-26 годах учится в Берлинской Академии Художеств. Затем вместе со своим другом Шадовым поступает в Бессельдорфскую Академию Художеств. Первый успех пришел к молодому художнику в 1825 году после написания полотна «Церковный двор с надгробиями и руинами под снегом», получившего положительные отзывы критики и удачно проданным на Берлинское выставь. В первой половине своего творческого пути Лессинг писал меланхолические романтические пейзажи в стиле Фридриха, а также картины на литературные и легендарные сюжеты. Ни один из его современников не умел так поэтически и романтически выразить красоту немецких лесов и диких скал Гарца и Афина. Репродукции картин Лессинга часто печатались многими журналами в Германии в 19-м столетии. Позднее он обратился к исторической тематике. В 1832-1867 годах художник писал почти исключительно исторические полотна. Так, по заказу графа Фон Шпрее, Лессинг украшает его замок Хилфорд под Дюссельдорфом фресками из жизни Фридриха Барбароссы. Лессинг принадлежал Дюссельдорфской школе живописи. Состоял с 1832 года членом Берлинской академии. В 1848 ему, прусским королем Фридрихом Вильгельевым IV, было присвоено звание профессора. Кавалер ордена Пауэр Лемериттея в Руссии, а также многих других немецких и зарубежных орденов и медалей. Член различных немецких и иностранных академий и художественных обществ. Умер Лессинг 5 июня 1880 года в возрасте 72 лет. Вот так вкратце из переводной википедии о немецком живописце-романтике представителя Дюссельдорфской школы Карл Фридрих Лессинг. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok